Спасибо большое, что вы пришли ко мне, а я к вам пришла из Института Востоковедения. В нем работают тогда, когда получают все дипломы и так далее, и дальше потом ездят и рассказывают всем, кто хочет послушать, о всяких интересных людях, которые жили в прошлом и которые имеют значение в настоящем. Почему они имеют значение в настоящем? Потому что вот вы видите, например, этот замечательный плакат. Этот плакат у нас изображает человека из Папа-Новой Квинеи. Это один из потомков тех, с кем встречался тот, о котором я вам буду рассказывать. Рассказывать я вам буду о Николая Николаевича Миклуха Маклай, но не о том, который сюда приезжал недавно, а о том, который жил 200 лет почти назад, 175 конкретно. И в этом году как раз празднуется 175 лет с его юбилеем. Что у нас сделал такого замечательного Николай Николаевич Миклуха Маклай, который был великим путешественником, ученым, исследователем и просто очень-очень необычным человеком. Что его отличало от других людей? То, что этот человек видел суть мира. Вот у нас есть Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи каким-то образом умел видеть гармонию этого мира. И он все гармонизировал. То же самое делал Николай Николаевич Миклуха Маклай. То же самое делают все очень известные и знаменитые ученые люди. Их заслуга в том, что они все систематизируют. Менделеев таблицу систематизировал. То есть каким-то образом этот человек видел гармонию. А в чем он видел гармонию? В принципе, как бы во всем. И сейчас попробую я виснуть слайд. И мы с вами видим на слайде плакат. Этот плакат висел в советских квартирах. Этот плакат висел в советских школах в 1950-х годах. То есть ваши бабушки на самом деле вдохновлялись подвигами Николиха Маклай. То есть, например, ваши бабушки заходили в кабинет географии или истории. А там висел вот такой вот плакат. И на этом плакате, на карте, вот здесь вот, внизу, мы видим с вами маршрут его путешествия. Видим, что он путешествовал везде. То есть ногами Клуха Маклая ступила везде, на этой земле почти. И вот, что написано на этом плакате. Знаменитый путешественник, этнограф, изоолог, исследователь природы населения Новой Квинеи, Малаки. Малак – это там, где сейчас находятся Индонезия и Малайзия. Островов Тихого океана и Австралии. В 1866-1867 годах вместе со знаменитым натуралистом Эрнстом Геккелем, это его был учитель, путешествовал по Канарским островам, посетил Марокко, Сицилию, берега Красного моря. И потом целый год, с 1871 по 1872, он в одиночку прожил среди папуасов на берегу Новой Квинеи. Вот среди таких, которые как раз вот на плакате. Вот среди таких папуасов он прожил один. Ну тут пишет один, на самом деле не один, у него был его слуга, потому что Микруха Маклай происходил, конечно же, из престижного рода. И престижному человеку полагался всегда прислуга обязательно, тем более он был ученый, он ехал туда исследовать мир папу Новой Квинеи, прежде всего мир зоологии, а вовсе не людей. Так уж получилось, что он заодно исследовал и людей, и этим-то он и прославился. А вообще он ехал туда изучать мозг, мозг акулы. Вот. И исследуя мозг акул, заодно он исследовал вот и, как бы, и заодно и папуасов. И далее мы читаем на плакате. Гуманным обращением Микруха Маклай добился большого уважения, любви, авторитета у этих первобытных племен. Что значит первобытное? Значит, у этих племен был каменный век, то есть у них не было железных орудий. Значит, у них нет иголок, нет ниток, у них нет крючков, чтобы ловить рыбу. И пропитание и добывание пищи каменными орудиями достаточно сложный процесс. То есть все, что у них было, это вот лианы, которые они использовали вместо веревок. У них были веревки из травы, у них были травяные все вот эти вот сумочки и так далее. Это, в принципе, трава. Все из травы. Все тлеет, сохранять ничего невозможно, письменности нет, букв нет. Читать они, конечно, не умеют, писать тем более. То, что они рисуют, все тут же выцветает и так далее, потому что климат ужасный. А на стреле наконечник тоже каменный. И чтобы такой наконечник сделать, нужно потратить, возможно, больше, чем один месяц, чтобы вот этот наконечник работал. И вот это называется у нас как раз первобытные племена, у которых нет денежной системы. Что они обменивают, что на что? Они обменивали... У Микуха Маклая были, например, битые скляночки, а у Папуаса вот росла борода. А Папуасы любили бриться на самом деле, потому что, извините, вожки всякие насекомые водятся в этой густой растительности. Нужно лучше быть иногда бритым и лысым, чтобы периодически избавляться от этих ужасных насекомых. И у Микуха Маклая были мензурки, всякие колбочки, они иногда разбивались, и Микуха Маклая быстро понял, что вот эти вот туземные племена обожают осколки, потому что осколками очень удобно бриться. А за эти осколки Микуха Маклая эти племена давали еду, самую обычную еду, потому что Микуха Маклая с собой привез кукурузу, привез туда какую-то пшеницу, привез туда арбузы, дыню, семена. Для того, чтобы высадить этот урожай, и потом он думал, что очень быстро получит всходы и будет питаться. Оказывается, нет. И потом Микуха Маклая, когда увидел, что климат не подходит для его пищи, для тех семян, которые он привез из-за климата, они часть не проросли, часть изгнили из-за большого количества осадков, из-за воды и дождя. В общем, Микуха Маклая начал голодать немножко, и очень сетовал в своих дневниках, которые он ввел, что очень жарко, что он не агроном, жарко, что он не знает ничего о сельском хозяйстве. Он знает все о животных, потому что он зоолог, знает о мозге акул очень много, но это совершенно не помогает ему выжить. И чтобы выжить, ему пришлось вступить в контакт с этими племенами, для того, чтобы обменивать у них свои какие-то предметы, которые их интересовали, на их еду. И таким образом он начал посещать их деревни, общаться с местными жителями, записал целый словарь этих жителей папуаски. И, между прочим, когда он уже умер и так далее, после него все-таки осталась кукуруза и арбузы. Арбузы, правда, там потом уже перестали расти, тем не менее дыни продолжили расти. Но вот эти местные папуасы называют арбуз горбуз до сих пор, и дыню теперь называют горбуз. У них осталось слово топор, потому что Микуха Маклай им обменял на пищу несколько топоров железных, и они поняли, насколько это отлично иметь железное орудие. И у них до сих пор слово топор так и звучит, топор или схопор, там в зависимости от имени, там несколько деревень, у всех чуть-чуть разные такие наречия, диалекты. Вот. И гугруз у них осталась кукуруза, то есть они до сих пор выращивают кукурузу, называют ее кукуруз, то есть как минимум три русских слова осталось. Меня еще позабавил такой факт, что до сих пор на этом побережье, где работал Микуха Маклай, своих детей эти папуасы иногда называют Николай, а иногда называют Маклай. И вот Николай Николаевич, Микуха Маклай, который наш современник, который ехал в Папуновую Гвинею, вот как раз благодаря ему появилась вот эта фотография у вас на стене, этот наш современник Николай Николаевич основал фонд имени Микуха Маклай, вот там сверху это видно, и два раза побывал в Папуновую Гвинею именно с экспедиции, то есть пожил внутри вот этих племен с еще двумя научными сотрудниками из Российской Академии Наук. Из Кунскамеры одна была женщина, и другой был этнограф, который, к сожалению, скончался этим летом от ковида, в 47 лет всего-то навсего. Вот, и что касается достижений нашего Николая Николаевича Микуха Маклай, который уже умер у нас давно, ученый Николай Николаевич Микуха Маклай, продолжим читать этот плакат. Ой, нет, у нас вот, видите, дай нажимай все время. Так, я опять не туда нажала, куда-то. Вернемся опять к нашему Николаю Николаевичу, старому, так скажем. Добился он любви и авторитета у этих племен и защищал их от эксплуатации. Мы с вами видим тут вот эксплуатации, на плакате написано, потому что плакат сделан в 1948 году, а слово эксплуатации появилось в 1956 году, а до 1956 года писалась эксплуатация. Вот, и притеснение со стороны европейских колонизаторов. Почему, кстати, появился этот плакат? Потому что в 1948 году впервые на советские экраны вышел черно-белый фильм про Николая Микуха Маклая, про его борьбу против колонизаторов британских, его борьбу против буржуев проклятых и так далее. В общем, очень такой идеологизированный фильм. Тем не менее, это биография Николая Микуха Маклая, и фильм снят очень качественно, и актеры играли просто великолепно. Лучше, чем Брэд и Питтелл, лучше, чем все современные Хоббиты и так далее. Вот, советую всем его посмотреть. Он не очень долгий. Итак, наш Микуха Маклай в 1874 году снова побывал на Новой Гвинеи. Оттуда поехал на Малатский полуостров, как я уже говорила, это Индонезия и Малайзия современные. Там он более года проводил свои исследования, потом посетил многие из островов Тихого океана. На самом деле, в Тихом океане 25 тысяч островов, сейчас там 12 независимых государств, еще 12 зависимых территорий. В принципе, всех их объехал Николай Николаевич Микуха Маклай. Вот очень шустрый был человек, при том, что путешествовать тогда было очень сложно, не было антибиотиков, были ужасные кусачи насекомые, была малярия, от которой он постоянно страдал. Это огромная высокая температура, это хуже, чем ковид в 10 раз. Две недели нужно было ему лежать, бедным, он бедно две недели лежал и мучился. Потом он вставал и продолжал писать свои дневники. И именно благодаря его дневникам мы сейчас знаем о нем все практически, потому что он записывал все, что видел. И записывал все очень правильно. И дальше 12 лет его не было в Санкт-Петербурге. Он 12 лет путешествовал везде, везде, везде. Потом успел жениться на дочке бывшего губернатора австралийского штата Новый Южный Уэльс. Это самый богатый штат. Это был практически один из богатейших людей. Он сейчас, например, женился на дочке олигарха. В общем, он нашел себе дочку олигарха. Ему было 30 с чем-то. Ей было 26. Она успела обдавить. Они успели родить двое детей. И в возрасте всего-то 41 года наш Миклуха Маклай в Санкт-Петербурге взял и умер. Но перед этим он успел вступить в переписку с Львом Толстым. Лев Толстой сказал, что это замечательный человек. Лев Толстой как раз способствовал славе Миклуха Маклай. То есть Миклуха Маклай почему-то знал, с кем поговорить. Знал, откуда взять деньги на эти дальние путешествия. Знал, как женить на себе дочку губернатора. Он был просто молодец. То есть видите, по всем направлениям этот ученый человек все правильно в этой жизни мыслал. И дальше у нас Миклуха Маклай снова после 1882 года, после Санкт-Петербурга, отправился в Папуа-Новую Глинею. Затем в Австралию. И потом уже с женой и с коллекциями, со своими, в 1886 году. Приехал в Санкт-Петербург и устроил там грандиозную просто выставку. Вот, устроил грандиозную выставку своих привезенных коллекций. Коллекции какие? Какие-то вырезанные из кости, вырезанные из дерева или из камня, какие-нибудь фигурки. Или предметы быта, чаши всевозможные деревянные. Вот, например, то, что мы на этом Папуасе видим, какие-то бусы, травяные какие-то сумочки изделия. Вот это все он привез. И оружие тоже, конечно же, и каменные стрелы, и прочие каменные орудия. Привез в Санкт-Петербург. И весь Санкт-Петербург прибежал на это смотреть. Миклуха Маклай почему-то даже не брал деньги за вход. И пришла даже царская семья на это все посмотреть. И царь пригласил его к себе послушать рассказы его в путешествиях. Потому что сейчас бы мы сказали, что он самый знаменитый блогер на самом деле. Потому что раньше не было фотографий, были рисунки. И Миклуха Маклай, кстати говоря, отлично умел рисовать. И вот его рисунки, которые он делал там, на том побережье, сейчас для историков служат замечательным пособием по истории. То есть что было тогда, и есть теперь сравнить с тем, что сейчас. Вот, если бы не его рисунки, мы бы не знали столько много о прошлом Папу-Новогвинеи и об истории этой замечательной страны. Вот. И неожиданная смерть какая? У него случился рак челюсти. Вот так вот неожиданно. Он просто худел-худел, слабел-слабел. Оказывается, рак челюсти у него случился. Вот от чего он взял и умер. Но прежде чем умереть, мы сейчас обратимся к тому, что он у нас сделал, пока был живой. А пока он был живой, пока ему было всего-то 17-18 лет, его мама, которая осталась без мужа, то есть его отец рано умер, практически после его рождения, очень скоро, и мама, многодерянная мама осталась одна. Что было ей делать? Она вложила в детей всю свою душу. Все, что у нее было, она вложила в этих детей. И из всех детей, из всех Миклуха Маклаев, там было три брата, две дочери, она сделала прекрасных абсолютно людей. Один совершил подвиг, когда воевал с японцами на флоте, еще один стал судьей. И, правда, дочь, там одна быстро умерла, с которой Миклуха Маклаев дружил больше всего со своей сестрой. Тем не менее, вся семья поддерживала друг друга, и мама что сделала? Научила его рисовать как следует, заняла художника отличного, и он рисовал так, как будто бы это была фотография. И благодаря этому, его познание мира было глубже, чем у некоторых. И мама смогла по деньгам его отправить в Гейдельбергский университет. Она просила меценатов, она просила всех людей, которых можно, просить на образование своих очень умных детей. Она в них верила, она от них ждала много, и, в принципе, дождалась. Гейдельбергский университет — это Германия. И вот на глобусе мы с вами видим, где это Германия. То есть у нас Россия где-то тут, Санкт-Петербург, а Германия где-то вот тут. То есть это как раз его первое путешествие. Получается, в 17-18 лет он отправился в свои первые путешествия. Вот мы видим его как раз учителя, с которым он приехал на Канарские острова. Учителю всего было 32 года, а Миклуха Маклая всего 20. Тем не менее, этот учитель, Эрнст Кейкель, был очень популярным зоологом, который изучал мозг, строение мозга, потому что тогда, в те времена, о мозге не знали почти ничего. Почему ничего? Потому что резать труп было как-то не очень религиозно правильно. Разрешение долго ждать, это все нужно было как-то вот... Это было сложно. И поэтому материала было мало. Чтобы добыть материал, нужно было ездить по разным странам, где материал было добыть проще. Например, где-нибудь, где шла война. И в военных госпиталях там лежало очень много трупов, которые можно было резать спокойно. Поэтому Миклуха Маклая, извините, вот занесла в такие интересные края. И первое путешествие, которое у него было, на самом деле не совсем уж трупов резать, они с учителем отправились изучать морских губок на Канарские острова. И там же они резали мозг акул на рынке, на базаре. Они покупали мозг акул самых обычных, резали. Почему акул? Потому что это крупная рыба, и она позволяет изучать хорошо свой мозг. То есть там все ярко и хорошо видно. У них были микроскопы с увеличением 250. Сейчас у нас микроскопы, которые в тысячи раз увеличивали. А тогда как могли, так и смотрели они в микроскоп. И вот как у нас рисовал Миклуха Маклайб ядер-микроскоп. То, что мы видим, это то, что он увидел у морских губок. И вот ему было всего 20 лет. И он открыл свою первую морскую губку. То есть самое первое открытие он совершил всего-то 20 лет. Назвал губку Гуанча Бланка. Бланка значит белая. А Гуанча это было племя, которое жило на Канарских островах, и которое было полностью уничтожено колонизаторами из Испании. То есть пришли испанцы, полностью уничтожили этих Гуанчей. Гуанчей больше не было. Но Миклуха Маклай так проникся этим геноцидной, так скажем, историей. Как-то он распереживался. Тем более он всегда сочувствовал революционным движениям и так далее. И назвал свою губку в честь этих жителей Гуанча Бланка. Гуанчи нет, но губка так до сих пор, видите, вот и осталась. Дальше, что сделал его учитель? Его учитель с Канарских островов отправился обратно в Германию на корабле, потому что у него были деньги на билет. А у Миклуха Маклая денег на билет не было, потому что, извините, мать одиночка и многодетная, столько денег ему не может выставить, чтобы он путешествовал туда-сюда на корабле. Поэтому он пешком прошел через Марокко. Марокко — это у нас государство, где живут в основном берберы. Берберские племена — это вот такие вот племена, очень интересные. И Миклуха Маклай переоделся в местную одежду, потому что, если вот его опять вспомним, этого Миклуха Маклая, он у нас такой вот, вот он с черной бородой, такой жгучий у нас брюнец с черными глазками этот человек. И поэтому он вполне сошел немножечко за местного. Если он рот открывать не будет, то вместе с верблюдами, с караваном никто не заподозрит, что он как бы не местный. Борода черные, волосы черные, глаза черные. И надел на себя он местную одежду и пешочком со своим другом, еще одним студентом, прошел вместе с караваном через весь этот пустынный край и заодно в своих дневниках записал о культуре берберов. Очень интересные сведения. Дальше он у нас был человекоувлеченный, он захотел открыть еще больше губок и открыл. Он поехал у нас в Италию, а потом в Каир. Это у нас Египет. И из Каира он прошел город Суэц. Там, где у нас сейчас Суэцкий канал, раньше не было Суэцкого канала, он туда прошел, этот город Суэц. Почему Суэц? Потому что там не ступала практически нога белого человека. И он решил следовать ту местность. И заодно он опять надел на себя местную одежду и думал, что там его примут за местного человека. Но нет. Если в Марокко там есть смешение все-таки людей и его могли принять за своего, ну, из какого-то более дальнего края, то в Суэце никаких чужаков не было. Его быстро разоплачили и пришлось, конечно, ему немножечко тяжко. Тем не менее, когда он добрался до Европы, он взял и пошел в фотостудию и в этой местной одежде взял и сфотографировался. Он вообще обожал фотографии, но фотографии тогда нельзя было фотоаппарат с собой носить. Можно было приходить только в студию, если видели мультики и так далее. Так это такой был черный ящик на трех ножках. И из этого черного ящика говорили, ой-ой, сейчас вылетит птичка. И потом срывали черную вот эту тряпочку, а потом проявляли всю эту фотографию. В общем, это был сложнейший, дорогущий процесс на самом деле. Тем не менее, когда они переписывались с Львом Толстым, я в Толстую ему свою фотографию прислал, а Николай Николаевич Миклухмаклай Льву Толстого прислал свою фотографию. То есть они обменялись фотографиями, эти замечательные люди. Это мы опять с вами видим карту путешествия Миклухмаклая. То есть куда только он не забежал, где он только не побывал. И везде, где мог, он резал мозг либо акул, либо людей мертвых, либо еще кого-нибудь. И он наконец-то узнал, что в мозге существует пять отделов. Передний, задний, средний, там еще какой-то боковой. Вот. И его работы потом легли в основу Атласа Анатомии Человека. Вот такой вот был Миклухмаклай у нас. Вот так она всегда делает, эта презентация. Я не знаю почему. Ну, я не знаю, что делать. Вот. Это мы опять с вами видим экспедицию в океане. Как раз здесь мы видим с вами остров Новая Гвинея. И опять смотрим вот этот вот плакат замечательный и понимаем, что на острове Новая Гвинея жил вот этот вот папуас. И с ним как раз дружил Миклухмаклайч. С его предком, по крайней мере. Так, сейчас еще раз следующий слайд. Вот. И вот как раз мы видим современного Николая Николаевича Миклухмаклая. Так получилось, что он оказался полной тезкой своего двоюродного предка. Потому что этот современный Миклухмаклай, он на самом деле потомок брата старого Миклуха Маклая. А самое главное, что прославило нашего старого Николая Николаевича Миклухмаклая, это то, что он доказал, что все расы равны. На самом деле, раньше, глядя вот на этого папуаса, европейцы считали, что вот эти папуасы это не совсем люди. Это переходное звено между обезьяной и человеком. Почему? Потому что у них якобы волосы не как у людей и что-то у них не так, как у людей. Что сделал Николай Николаевич Миклухмаклай? Он взял и измерил полностью этих папуасов. Взял шестилетнего ребенка, посмотрел все, как волосики, как у него растут на голове. Попросил папу, папе дал какой-то там приз, например, там хвостик железный. И папа позволил в своем присутствии, чтобы Николай посмотрел волосики этого ребенка. Вот. Николай Миклухмаклай посмотрел волосики этого ребенка, записал все это в дневнике и дальше все его научные статьи были опубликованы в Европе, которые доказывали, что это перед нами обычный человек. Никакое он не переходное звено между обезьяной и европейцем. Ему было тогда всего-то 25 лет. То есть он с 24 до 25 лет пожил вот с этими папуасами и прославился потом на весь мир, доказав, что это человеческая раса. Здесь мы видим опять его рисунки. Вот так шикарно он рисовал. Своё место работы он назвал Берег Маклая. Ну, он как бы, у него не было особой ложной скромности. Он прекрасно осознавал, что он очень ценный кадр. Вот. И без ложной скромности назвался Берег Маклая. И сейчас он так у нас до сих пор и называется. На берег Маклая приезжала как раз экспедиция в 2017 году и 2019 году. И эта экспедиция ещё раз подтвердила, что мифы и легенды о Миклухе Маклая существуют до сих пор. Чтобы выжить с каннибалами, потому что вот это племя, где жил Миклух Маклай, оно занималось каннибализмом. То есть кушали людей, врагов конкретно. Чтобы не скушали Миклуха Маклая, ему приходилось людей прежде всего пугать и второй момент развлекать. Третий момент показывает, что он пришёл с миром. И характер у него был такой интересный, что всё это ему очень удалось. Например, вот один такой интересный случай. Пришли вожди этих племён окрестных, человек 18, сели вокруг хижины Миклуха Маклая и начали ему рассказывать, что на самом-то деле у него очень много полезных всяких предметов, всякие скляночки, баночки, которые очень нужны им, пакуасам. Есть вероятность, что с гор спустится очень злое племя и, наверное, убьёт Миклуха Маклая, после чего всё его имущество разделят между собой эти 18 вождей племён. Миклуха Маклая всё понял и что сделал? Налил блюдечко воды, отхлебнул от этой воды из блюдечка, плеснул немножко на пол, дал им понюхать, посмотрите, говорит, вода, вода. И потом незаметно плеснул спирта в эту воду, взял спичку, ну не спичку, там огни у него наверное было, выбил искру и эта искра поджигает воду. Представляете, вот они думают, что это вода, а на самом деле там же тонкий слой спирта и эта вода в блюдечке, в которую все вожди думали, что это вода, вдруг загорелась. Вожди перепугались, он начал плескать эту воду им вслед, они же разбежались и они стали кричать, только ты море не подожги, потому что хижина Миклуха Маклая была около моря. И они кричали, только море не зажги. На самом деле вот этот вот момент читал Корней Чуколский, да, у нас Корней Чуколский написал, что две лисички, к морю синему пошли, море синее зажгли. Вот как раз автор этих замечательных стихов взял свою идею как раз из дневников Миклуха Маклая. То есть Миклуха Маклая приходилось быть для них и богом, и вызывателем дождя, и что на какие-то ухищрения ему не приходилось идти в ожидании корабля. А корабль обещал за ним прийти ровно через год и пришел за ним ровно, ну чуть-чуть пораньше, правда, но обещал еще пораньше. В общем, Миклуха Маклая последние два месяца в дневниках уже просто изнывал, честно говоря. Он писал, что злые муравьи сожрали всю его коллекцию паучков, жучков и муравьев, которые он собрал. Злые муравьи забираются к нему в бороду, особенно, говорит, красные, очень кусачие. Бриться ему нечем совершенно. В общем, он очень-очень сетывал, сказал, что еда ему не нравится, все ему не нравится. Ему было там очень, на самом деле, немножко грустно. Больше он так не делал, на такие длительные периоды времени он не оставался жить в этих племенах. И сейчас на том месте, где он работал, стоит вот такой вот беленький обелиск. Там написано, что здесь жил и работал Николай Николаевич Миклуха Маклай. Это в Папу-Новой Гвинеи, на побережье, где он как раз сидел с папуасами. Вот так делают презентации, но, наверное, она не просто так это делает, потому что ей так захотелось. Так, и что же мне теперь сделать? Надо как-то прогресснуть обратно. Это мы видим место, где родился Николай Николаевич Миклуха Маклай. Про вклад в науку я вам, в принципе, рассказала даже больше, чем можно было бы на деле рассказать. Это родина ученого, это Новгородская область, село или городочек Ахуловка. Сейчас это городочек такой. Я там была, я видела этот памятник. Памятник, да, внушительный, в рост человека такой. И там есть музей, а в музее есть уникальная коллекция того, что привез Николай Николаевич. То есть, представляете, у нас посреди России есть такой небольшой городочек. В этом небольшом городочке лежат предметы, которые привезены с далекой Новой Гвинеи. Вот. 175 лет тому назад. Ну, презентация почему-то, она... Вот. Ну, я не знаю, что это такое. В общем, вот в этих вот промежутках, пока мелькает моя презентация, можно увидеть памятник Николу Хамаклая, который есть во всем мире, есть и в Австралии. И он открыл самое главное, почему в Австралии ему памятник, он открыл биологические станции. В Австралии успел первую станцию открыть. Это такой дом, где могли ученые тех времен прежде всего сесть и записать все, что они могут записать. Потому что человек плавает, но у него, например, кончилось чернило. Ведь тогда чернило написали. Кончилась бумага, кончилось у него вдруг вдохновение, кончилось здоровье. Он мог в этом доме отдохнуть, этот ученый, и там записать свои дневники. То есть заслуги Миколуха Маклая на самом деле по всем направлениям очень-очень-очень выдающиеся. И мозг он изучил, и доказал равенство между людьми, что это прежде всего люди, а не переходное звено. И прославился своей замечательной коллекцией. Его коллекция сейчас у нас хранится в консткамере, и периодически ее, наверное, как-нибудь будут выставлять, потому что она хранится в запускниках. Я туда приехала посмотреть, а мне сказали, что ничего вы не увидите, она вся лежит у них там где-то в фондах. И время от времени только они ее будут выставлять. Вот. На этом, наверное, я могла бы закончить свой рассказ, если бы не наверное какие-то вопросы. Да, кроме вопросов я хотела сказать, что такое в собранной коллекции. Вот сейчас покажу один артефакт артефакт так называемый сейчас. Вот, например, что привозили моряки с собой из путешествий по далеким островам океани так называемый. То есть по островам Тихого океана из Малайзии, Индонезии и, конечно же, из Новой Гвинеи. Вот такие вот ракушки, они лежат везде на побережье. То есть идешь-идешь раз и ракушка. Вот как у нас улитки, а у них там вот такие вот улитки лежат на побережье. Но если у этой улитки отпилить кончик и потом если не получится сразу, то есть потом нужно налить сюда воды и проверить вытекает или нет. Если не вытекает, то надо взять шуруповерт и самым-самым тоненьким вот этим вот шурупчиком или как она называется насадкой, вот, самой тоненькой насадкой нужно просверлить там дырочку, чтобы еще раз налить воды, чтобы вода вытекала. То есть значит будет проходить воздух. И потом нужно попробовать и дунуть в нее. Это сигнальная ракушка, она использовалась в обрядах и вот этими племенами тоже. В обрядах, например, свадьба. Нужно в нее дуть и самое долгое дутье означает, что молодожены будут жить долго и счастливо у них будет много детей, много свиней на охоте убьет, будет все у них прекрасно и все у них будет просто замечательно. И дети у них будут красивые, умные, добрые и очень злые, чтобы убивать других людей и кушать их. Вот, и все будет у них замечательно. Сейчас попробую дунуть, если получится, если нет, то еще раз попробую. вот так. И тот, кто хочет, тоже можете подуть, потому что я принесла много салфеточек спиртовых, которыми можно протереть эту ракушку и дуть, кто хочет, подуть в нее. Продолжение следует...